В трех регионах страны объявлено штормовое предупреждение. Сегодня утром в Кустанайской области местами ожидается туман. В западно-казахстанской синоптики прогнозируют грозу, а в Казлардинской ожидается ветер местами до 20 метров в секунду. Днем сохраняется высокая пожарная опасность. Сегодня в выпуске вы увидите. Свыше тысячи казахстанских предпринимателей получили штрафы за нарушение санитарных требований. За два месяца жестких ограничений больше всего провинились бизнесмены из Нур-Султана, Алматы и Карагандинской области. Новый антирекорд. По данным ВОЗ за минувшие сутки вирус подтвержден почти у 308 тысяч человек в мире. Больше 10 лет ждала ремонта. В Усть-Каменогорске достраивают дорогу долгострой. Все подробности в продолжении информационного часа. Глава Минздрава Алексей Цой получил прививку от гриппа в столичной поликлинике номер 6. Руководителю профильного ведомства одному из первых сделали прививку российского производства Гриппол+. Министр отметил, что вакцинируется каждый год. В этом году прививочная кампания в Казахстане стартовала на две недели раньше и продлится до 15 ноября. Напомню, прививки ставят в поликлиниках по месту прикрепления. Бесплатно получить ее могут взрослые и дети до 18 лет с хроническими заболеваниями. Медицинские работники, беременные женщины, люди с ограниченными возможностями, а также лица старше 60 лет. Для жителей столицы закупили больше 150 тысяч доз вакцины. Мы сейчас планируем порядка 2,2 миллиона доз вакцин сейчас уже закуплено. Это то, что предоставляется государством для определенного контингента населения. И порядка миллиона доз вакцин еще дополнительно обычно ежегодно у нас на рынке прививается в организованных коллективах, платных кабинетах. На 30% увеличились продажи легковых автомобилей в прошлом месяце. В Казахстане сохраняется высокий спрос на железных коней, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию. Отечественные дилеры продали 9 370 машин. Этот показатель стал рекордным за последние 5 лет, сообщили в Союзе предприятия автомобильной отрасли. В число лидеров вошли Lada, Hyundai, Toyota и Kia. А вот о том, какова активность на рынке недвижимости, в своем обзоре расскажет Камила Тастамбекова. Казахстанцы стали чаще интересоваться частными домами. Это одно из самых интересных изменений на жилищном рынке страны. Увеличилось количество сделок на рынке недвижимости. В прошлом месяце, по данным Комитета статистики, казахстанцы заключили больше 30 тысяч сделок. По сравнению с июлем рост в 13%. Почти 9,5 тысяч приходится на частные дома. Лидерами продаж стали Алматы, Нурсултан и Карагандинская область. Отмечу, что в среднем цены на квартиры за последние полгода выросли на 6%. В обзоре нашей традиционной рубрики «Карта цен» представлю стоимость двухкомнатной квартиры со вторичного рынка. По данным сайта крыша.кз, дешевле всего квадратные метры можно купить в Караганде от 7 миллионов тенге. Двушка в Актобе обойдется от 7,5 миллионов. В Талдукоргане двухкомнатные продают от 8,5 миллионов тенге. Немного дороже от 9 миллионов тенге в Коксчитал. От 10 миллионов тенге двушки идут в Петропавловске. От 12 миллионов в Уральске. Найти квартиру в Ускаменогорске можно от 13 миллионов тенге. А также в Шемкенте. Самые дорогие квадратные метры в Нур-Султане. И в Алматы от 16 миллионов тенге. В Казахстане начала восстанавливаться сфера услуг. А вот строительство наоборот просело. Об этом можно судить по индексу деловой активности. Его ежемесячно определяет Национальный банк, опрашивая предприятия об их экономическом положении. В августе на вопросы специалистов ответили 447 бизнесменов. В итоге индекс деловой активности в сфере услуг поднялся с 43 до 44 пункта. А строительство наоборот 44 позиции спустился на 43. Мало новых заказов, так объясняют причину падения деловой активности. В этой же сфере в этом году больше всего людей остались без работы. Сокращение произошло почти на 9%. До 171,5 тысячи человек. Отмечу, что в целом по опросу Национального банка бизнес-климат в стране все еще находится в отрицательной зоне. По словам предпринимателей, самый сильный удар пришелся на апрель. Они ожидают улучшений в сентябре. И о событиях в мире. Евросоюз с начала следующего года планирует выдавать деньги для выхода из кризиса. Такое заявление сделала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. По ее словам, пандемия коронавируса спровоцировала экономические проблемы большого масштаба. Ситуацию даже сравнивают с Великой депрессией. Не так давно лидеры стран Еврозоны утвердили Фонд восстановления экономики ЕС. В его бюджет направлено 750 миллиардов евро. Таким образом, отмечают экономисты, Европа в краткосрочной перспективе может перейти к реализации политики раздачи вертолетных денег. Они будут распространяться среди граждан и нуждающихся в поддержке компаний. Китайская компания ByteDance, которая владеет приложением TikTok, сообщила Microsoft об отказе продавать ей бизнес США. Представитель американского IT-гиганта отмечает, что их предложение пошло бы на благо пользователей сервиса и при этом помогло бы защитить национальные интересы Америки. Отмечу, что уже завтра истекает срок решения вопроса о продаже активов TikTok в США. По словам Дональда Трампа, эта дата переноситься не будет и после нее приложение либо будет закрыто, либо продано. И в завершении курс валют. По данным Национального банка, доллар стоит 426 тенге 29 тинов, евро 506 тенге 5 тинов, а рубль 5 тенге 69 тинов. Гульнара, это был весь обзор к этому часу. Передаю вам слово. О экономических тенденциях в стране и мире Камила Тастамбекова, а мы продолжим. Из-за последствий агрессивного климата и низкого уровня воды в реках Урал и Кигач, ценные породы рыб больше не заходят на нерест. Таким положением дел обеспокоены рыболовы Атраусской области, которые констатируют, что рыбные запасы региона снижаются. Например, в этом году белугу вылавливали всего дважды. О том, как намерены решать проблему в регионе, узнала Алия Жамитова. В 2010 году в Атраусской области был введен мораторий на вылов осетровых рыб, но и эта мера не привела к существенному увеличению рыбных запасов. В последние годы молоть белуги и осетра в Урале не встречается. Это значит, что их естественное воспроизводство прекратилось. Попадаются лишь единичные экземпляры мальков-севрюги и стерляди. Если сравнить, сделать анализ, в прошлом году вылов белуги не отмечался. В этом году белугу поймали один экземпляр весной и один экземпляр в осенний период. Жейк-Каспийский бассейн остается ведущим рыбохозяйственным регионом Казахстана, но и там промысловые запасы полупроходных рыб значительно снизились. Этому поспособствовал агрессивный климат и низкий уровень воды в реках Урал и Кигач. Если учесть, что обе реки берут начало в Российской Федерации, необходима договорённость сторон об увеличении объёма спускаемой с плотин воды. В основном состояние популяции рыб в наших реках зависит от условий естественного воспроизводства. А естественное воспроизводство, оно в первую очередь определяется гидрологическими условиями. То есть, чем больше воды в наших двух реках, тем больше у нас и запасы рыб. И поэтому большое значение имеет согласованное действие с нашими коллегами из Российской Федерации. Сейчас перспективным направлением развития рыболовства в регионе является морской промысел. За последние годы выросли запасы сельди и кильки. Но из-за отсутствия специальных судов и орудий их масштабная добыча пока невозможна. Атраусские рыбоводы всё же надеются возродить осетроводство. При этом, по словам учёных, необходимо развивать и выращивание других видов, преимущественно карповых, и как вариант садковое выращивание рыбы в специальных водоёмах. Их теологи уверены, если плюс ко всему поддерживать режим рыболовства и бороться с браконьерством, рыбное хозяйство удастся возродить. Вы смотрите новости к событиям в мире. Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала новый антирекорд по числу заражённых коронавирусом за сутки. По данным организации, вирус был подтверждён почти у 308 тысяч человек в мире. Отмечу, что предыдущий антирекорд был отмечен 6 сентября свыше 306 тысяч человек. Кроме того, по данным ВОЗ, на сегодня в мире подтверждено больше 28 миллионов случаев инфицирования вирусом. Больше 900 тысяч скончались от заболевания. Число инфицированных коронавирусом в США превысило 6,5 миллионов случаев. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса. Жертвами заболевания стали больше 193 тысяч человек. Вместе с тем, число излечившихся в стране на сегодня – почти 3 миллиона. Больше всего от вируса пострадали штаты Калифорния, Техас, Флорида и Нью-Йорк. Там с начала эпидемии подтверждено наибольшее число заражений и летальных исходов. В Европе продолжают регистрировать рост числа инфицированных коронавирусом. Заболевание с новой силой возвращается во Францию, Чехию и Испанию. В минувшие выходные Франция сообщила о рекордном приросте числа новых случаев заражения COVID-19. В стране было подтверждено больше 10,5 тысяч инфицированных за сутки. Возросло также количество госпитализаций тяжелых пациентов с коронавирусом. В связи с чем местных жителей просят воздержаться от частных встреч. На отмечу, во Франции с июня был отмечен рост числа заражений коронавирусом среди всех возрастных групп населения. Но, по мнению местных властей, особенно быстрая инфекция распространяется среди молодежи. Власти Германии расследуют вспышку коронавирусной инфекции в Баварии. По предварительным данным, разносчиком вируса могла стать американская туристка. По словам представителя местной власти, женщину попросили отправиться на карантин сразу после выявления симптомов COVID. Но просьбу она проигнорировала и продолжала посещать развлекательные учреждения. Цепь заражения сложно отследить, так как женщина посещала не одно, а сразу несколько заведений. На сегодня вирус подтвержден у 33 человек, контактировавших с ней. Из-за динамичного роста числа зараженных местные власти вели ряд мер. Ограниченная работа ресторанов и баров. Власти Израиля вновь вводят строгий карантин из-за роста числа новых зараженных коронавирусом. Ограничительные меры в стране вступят в силу в следующую пятницу и продлятся не менее трех недель. В Израиле за последние несколько недель ежедневно выявляет до 4000 новых случаев вируса. Согласно новым ограничениям, в стране закроются торговые дома и школы. Отходить от дома разрешают не дальше, чем на 500 метров. В помещениях разрешено собираться в группы не больше 10 человек. В Средиземном море корабль с беженцами. Их на борту больше 270 ожидает высадки на берег. 8 сентября испанская лодка Open Arms спасла 83 человека. После она совершила еще две спасательные операции. Теперь владельцы судна просят впустить их в порт, так как корабль переполнен, но ни одна страна не хочет принимать беженцев. А ближайшие итальянские порты отказываются впускать их из-за коронавируса. Отмечу по данным ООН, с 2014 года в Средиземном море утонули больше 18 тысяч человек. Число нелегальных мигрантов, пытающихся добраться до Европы, сократилось после того, как в Ливии усилили борьбу с преступными группировками. Однако в этом году их число вновь возросло. Два человека погибли в результате стрельбы возле университета в США. Еще шестеро пострадали. Начато расследование. Личность нападавших пока не установлена. Известно, что инцидент произошел в городе Нью-Браунсик, штат Нью-Джерси, неподалеку от Радгерского университета. По словам местной полиции, атака не связана со студентами университета. Как пишут местные СМИ, стрельба произошла на домашней вечеринке, которую проводили рядом с университетским городком. Очевидцы утверждают, что сначала раздались крики, после чего последовали несколько выстрелов. Сейчас реклама. Мы вернемся и продолжим. На Хабар 24 новости. Это прямой эфир. В трех регионах страны объявлено штормовое предупреждение. Сегодня утром в Кустанайской области местами ожидается туман. В западно-казахстанской синоптики прогнозируют грозу, а в Казлардинской ожидается ветер местами до 20 метров в секунду. Днем сохраняется высокая пожарная опасность. Ношение обычных медицинских масок может обрести иммунитет к коронавирусу. Звучит абсурдно, но у ученых есть этому объяснение. Далее обзор международной прессы. К 2050 году потенциальными беженцами станут около миллиарда человек, делает страшный прогноз немецкое издание Handelsblatt. Дело в том, что через 30 лет многие жизненные пространства больше не будут пригодными для жизни из-за ураганов, наводнений, конфликтов и беспорядков, дефицита воды и продовольствия. Об этом говорится в исследовании Института экономики и мира, которое было представлено на прошлой неделе в Лондоне. Согласно документу, места проживания более миллиарда людей могут оказаться под угрозой к 2050 году. Причем авторы видят взаимосвязь между экологическими угрозами и политическими конфликтами. Цитата. «Чем менее мирным является регион, тем больше ему грозит коллапс. Это своего рода замкнутый круг. Из-за конфликтов разрушаются природные ресурсы стран, а дефицит, в свою очередь, приводит к последующим конфликтам», — пояснил автор исследования Стив Килелеа. «В особой опасности находится африканский регион Сахель, расположенные южнее него африканские государства, в частности Ангола и Мадагаскар, а также Ближний Восток от Сирии до Пакистана. Всего на основе нескольких факторов ученые выделяют 31 государство, которое, по их мнению, может исправиться с экологическими и политическими проблемами будущего. Всевозможные угрозы, согласно прогнозам, заставят покинуть родину и искать убежище в более безопасных регионах, еще большее число людей». Иммунитет к коронавирусу можно обрести благодаря ношению обычных масок. Сначала эта взаимосвязь кажется абсурдной, однако у ученых есть убедительное объяснение, какое именно рассказывает немецкий журнал «Шпигель». Исследователи Моника Ганди и Джордж Рутерфорд из Калифорнийского университета в Сан-Франциско объясняют, как маски могут незаметно способствовать формированию иммунитета. Если на зараженном человеке маска, она может удержать содержащие вирус частицы жидкости, которые выделяются изо рта и носа. Небольшая часть этих частиц вместе с выдыхаемым воздухом все же попадает во внешнюю среду. В лучшем случае количество возбудителей будет настолько незначительным, что человек, например, на соседнем сидении в автобусе, также защищенный маской, не заразится. Однако может произойти и второй сценарий, о котором и говорят ученые. Согласно их теории, цитата, другие люди могут заразиться от человека в маске, но их иммунная система сможет побороть незначительное количество возбудителей, так что они не заметят заражения. Реакции иммунной системы может оказаться достаточно для того, чтобы сформировался иммунитет к вирусу, который защитит от дальнейших заражений, надеются исследователи. Если эта гипотеза подтвердится, обычные маски смогут все больше замедлять распространение вируса до тех пор, пока не появится вакцина. Однако есть эксперты, у которых подобная теория вызывает скепсис. Их контраргументы следующие. Во-первых, не доказано, что меньшая доза вируса вызывает менее выраженные симптомы заболевания. А во-вторых, вовсе не факт, что слабопротекающие или бессимптомные заражения дадут долгосрочную иммунную защиту, указывает журнал «Шпигель». У южного побережья Норвегии случайно обнаружен немецкий военный корабль времен Второй мировой войны. В апреле 1940 года крейсер «Карлс Руэ» подбила британская торпеда во время наступления фашистской Германии на норвежские порты. Судно было сильно повреждено, и экипаж пересел на другие немецкие корабли. А «Карлс Руэ» потопили миноносцем, чтобы не оставлять его врагу. С тех пор крейсер считался пропавшим. Сотрудники норвежской энергетической компании «Слатнет» нашли его на глубине 500 метров на морском дне у порта «Кристиансан». Пропаганда во имя разнообразия. Эссеист французского издания «Фигаро» Поль Меллен пишет о реформе премии «Оскар» и о том, что это значит для культуры в целом. 8 сентября Американская Академия Кинематографических Искусств и Наук представила новые правила. С 2024 года на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» будут претендовать только постановки, отвечающие определенным критериям. Цитата. «Для отбора теперь рассматривается расовая принадлежность основных действующих лиц, а также пол и ориентация. Фильмы должны показывать на экране хотя бы одного актера, происхождение которого указано в списке. Латиноамериканец, азиат, африканец, выходец из Северной Африки или с Ближнего Востока». Отмечает автор статьи, который удивлен тем, что в такой либеральной стране, как Соединенные Штаты, создаются инструкции, ограничивающие художественное творчество. Выходит, что для того, чтобы быть оцененным, фильм должен продвигать группу заранее утвержденных ценностей. И в этом случае культура становится инструментом. Ее призвание тогда заключается не в передаче красоты или эмоций, а в пропаганде нравов конкретного времени, указывает эссеист и далее перечисляет шедевры мирового кинематографа, любимые миллионами фильмы, которые заставляют мечтать, смеяться и плакать. Сегодня эти картины, несомненно, подверглись бы цензуре на церемонии вручения Оскара, резюмирует Поль Меллен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вопреки действующим карантинным ограничениям в регионе, владельцы ресторанов Ватерао продолжают нарушать санитарные требования, работая в неустановленное время. Все подробности в хронике происшествий. Три ресторана работали до поздней ночи в отрау. Нарушители режима карантина выявили полицейские совместно с мобильной группой в ходе ночного рейда. Заведения продолжали обслуживать посетителей, несмотря на санитарные предписания. На момент проверки в ресторанах находились от 10 до 40 отдыхающих. В отношении владельцев заведений собраны материалы. Они будут переданы в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг. В Талдыкургане произошло возгорание гаража и углярки на площади 40 квадратных метров. Внутри находились старые вещи, около двух тонн угля, а также пустой газовый баллон объемом 20 литров. В результате пожара произошел хлопок газовоздушной смеси. Жертв и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – детская шалость с огнем. Рыбинспекция Начато досудебное расследование В Кустанай опрокинулся прицеп с зерном. ДТП произошло, когда водитель КамАЗа попытался развернуться на перекрестке. Жертв и пострадавших нет. Стражи порядка выясняют подробности происшествия. Дорога «Долгострой» В Усть-Каменогорске жители поселков Ахмирово и Миновное и Дачных массивов поблизости уже несколько лет ждут завершения реконструкции улицы Тогаз. Только вот работы там, если до этого шли вяло, то летом вообще остановились. И сейчас подрядчики пытаются догнать график. Но успеют ли сдать запланированные объемы до снега – неизвестно. В подробностях проблемы разбиралась Анна Лисенбердина. Эта дорога ждала ремонта больше 10 лет. За это время от нее остались только ямы до кочки. При этом, заметьте, это одна из самых оживленных трасс. Вокруг несколько дачных массивов, да и обездная через город, проходит именно здесь. Только вот долгожданный ремонт вдруг превратился в «Долгострой» и тянется уже четвертый год. Все это время Юрий Смоляков внимательно следит за стройкой. У него рядом дача, но добраться до нее еще тот квест. Даже сейчас, когда основная дорога уже обрела нормальный вид, съездов с нее пока нет. Там не съехать. Это если низкая машина, там вообще ни съездов, ничего нет. Скорость ограниченная. По этим кочкам кувыркаешься, кувыркаешься. Столько всяких этих тоже неприятных разговоров от водителей слышал. Начались работы здесь в сентябре 2017-го. Но потом строительство приостановили. Оказалось, что основание дороги – это просто грунт, наспех собранный с полей. Полвека назад о стандартах качества и нужных слоях дорожного пирога даже не задумывались. Поэтому и трасса проседала постоянно. И после каждого ремонта снова быстро приходила в негодность, доставляя множество проблем местным жителям. Ужасно. Мои машины страдают от этого. У меня полностью сломана ходовка у машины. Полностью просто уходят деньги на СТО. Считаю, я работаю просто на СТО. Я живу в Миновном. По этой дороге я проезжаю часто. Дорога строилась долго. Машина, получается, у нее подвеска вся ушатывает, ломается. Но весь 2018 год людям пришлось ждать, когда снова возобновят ремонт. Проект корректировали. И только с прошлого лета подрядчики начали выкладывать основания дороги. И в этом сезоне должны были закончить этап. Но помешал карантин. В июле и августе работа остановилась. Так как у нас договор с государством, мы работаем без предоплаты. То есть все деньги, которые мы вложили в дорогу, мы получаем от государства за выполненные работы. Поэтому в апреле месяц, апрель-май у нас фирма головная выделила 200 миллионов было. И мы провели освоение на 200 миллионов. А дальше деньги кончились. В карантин многие проекты были заморожены. Собственных средств у подрядчика не хватило. Да и рабочие болели целыми бригадами. И только сейчас удалось продолжить работу. Усложняет ситуацию строительство ревневой канализации. На этой улице должно быть больше 50 люков и несколько контейнеров для очистки стоков. Ведь рядом иртыш. Только две недели откачиваем воду для того, чтобы установить одну емкость. А у нас еще остановка двух емкостей. Но заказчиков отдел ЖКХ отговорки подрядчиков не устроили. Они подарили на них в суд, хотя признаются, что сами в этом не заинтересованы. Обратились в суд. У них уже с места все двинулось. Работы активизировались. И на сегодняшний момент, если они свои работы завершат срок строительства монтажной работы, то уже отпадет это согласно гражданскому кодексу. То есть мы уже можем отозвать свои исковые заверения. Ведь иначе суды могут затянуться еще на 3-4 года. А реконструкция улицы Тогас с понтонного моста и дальше так и останется долгостроем. Сейчас задача подрядчиков догнать график, закончить 300 метров основного полотна и уже в следующем году полностью завершить асфальтирование. Анна Лисенберзныч, Гербабаханов, Усть-Каменогорск, Хабар, 24. В Петропавловске дефицит строителей. Как говорят предприниматели, несмотря на повышение зарплат, вакансии сохраняются. Строящимся объектам областного центра сегодня не хватает 500 рабочих. Поэтому в городе провели ярмарку вакансий для соискателей. В последние годы в Петропавловске идет масштабное строительство. Возводят жилые дома, расстраивают новые и расширяют старые микрорайоны города. Но на стройке не хватает рук. На ярмарке вакансии рабочие места предлагали 8 строительных компаний. Мы занимаемся строительством объекта. Это госпиталь на 180-200 коек для борьбы с коронавирусом. Нам требуется 15-20 человек. Это подсобных рабочих. Зарплата идет от 180 тысяч до 220. Если он стропочек, значит от 220 и выше. Кайф сварщики тоже у нас где-то, по-моему, от 220 идет. Мы гарантируем, что оплата у нас будет регулярная, без задержек. Всего на ярмарке представлено порядка 900 вакансий. Больше половины из них – это работники в области строительства. Список востребованных специалистов довольно разнообразен. От простого чернорабочего до руководителя. С начала года трудоустроились на постоянные рабочие места более 120-150 человек. На временные рабочие места около 200. Сейчас в Петропавловске в статусе безработных находятся около 1800 человек. Наталья Волкова, Айдарбек Айтмухамбетулы, Тулиген Иманов, Хабар-24, Петропавловск. О событиях в мире искусства узнаем из программы «Культвояж». Своё 70-летие в этом году отмечает обладатель почётного знака Медениет Кайраткера, народный артист Кыргызской республики Сергей Матвеев. На протяжении многих лет известный актёр и режиссёр радуют своим творчеством жителей столицы на сцене русского театра драмы имени Горького. Я должен сказать, что мои лучшие годы пришлись на творчество в этом коллективе, потому что я за период работаю в Бишкекском театре, частично работал в театре имени Лермонтова. Большую роль должен отдать режиссёру Пазилу Ислава Борисовичу. Это годы моего накопления, моего мастерства, моего отношения к театру, моей позиции в театре. И как специалисты, конечно, рос. Сюда я уже приехал с состоявшимся артистом, и мне практически было легко здесь работать. Коллектив лёгкий, на подъём, такой мобильный, подвижный тогда. Очень много актёров влилось в этот период в труппу этого театра. В честь юбилея Сергея Матвеева артисты столичного театра вышли в прямой эфир в Инстаграм. Они вспомнили, как создавался спектакль «Авантюра» на авеню Андрея Мартен-18. Эта постановка открыла дорогу начинающей тогда актрисе Светлане Фортуне. Вернёмся в прошлое и вспомним все спектакли, которые Сергей Фёдорович составил в этом театре, в которые мы участвовали, которые повлияли на историю этого города. Сергей Фёдорович Матвеев, как педагог для всей молодёжи этого театра, очень много сделал. И сегодня будем говорить слова благодарности на этот счёт. Своими воспоминаниями поделились также Людмила Крючкова, Лариса Лебедева и Денис Санников. После прямого эфира прошла трансляция спектакля на YouTube-канале театра. В Алматы в казахской государственной филармонии имени Жамбыла состоялся онлайн-концерт государственной хоровой капеллы имени Бахаджана Байкадамова в рамках фестиваля «Филармоник Онлайн Фест». В исполнении коллектива прозвучали произведения Газизы Жубановой, Георгия Сверидова, Сергея Рахманинова и других. Программа серьёзная для того, чтобы, наверное, ещё раз задуматься о нашем бытие, о нашей жизни. Есть, конечно, и произведения иного плана. Трудно, конечно, без зрителей петь, но, тем не менее, музыканты всегда стараются. Для нас это наша жизнь. Для капеллы это второй виртуальный концерт. Исполнители отмечают, что таким образом удается оставаться в форме и получать обратную связь от зрителей. На осень у коллектива запланировано ещё два концерта, один из которых будет посвящён юбилею выдающегося музыканта Нургисыт Линдиева. «Харагай Бастауэм» под таким названием выпустил книгу член Союза писателей Казахстана, поэт, композитор и врач-академик Толкэн Аканулы. В ней автор стихами выражает свою любовь к родным краям. «Я родился в районе Толы в Китайской Однородной Республике. Там есть святой источник, называется «Карагай Бастау». Кто попробует из него воду, как минимум, должен стать композитором, певцом или кьюйши. 70% известных местных людей когда-то пили из него. Считается, что эта вода приумножает талант. Толкэн Аканулы по профессии врач, но творчеству время тоже уделяет. На историческую родину автор переехал в 2007 году и нашел круг единомышленников, в котором теперь развивает свое творчество. У него есть стих «Алтаим», который вызывает особенный трепет души. В нем описывается настоящее состояние Алтая. Сам Алтай делится на четыре части. Это Россия, Монголия, Китай и Казахстан. Толкэн говорит именно об Алтае с китайской стороны, о местном народе, о сложившейся ситуации с экологией в регионе. И он обо всем этом писал от чистого сердца, волнуясь за будущее. Вот такого рода строки можно увидеть в его книге «Карагай Бастау». Книга «Карагай Бастауэм» выпущена в двух тысячах экземпляров. Это второй сборник стихов автора. А в скором будущем Толкэн Аканулы планирует представить третью книгу под названием «Ямшэ кедесэ». «Карагай Бастауэм» «Карагай Бастауэм» К感謝 ekser avенным «Монголиям» «Карагай Бастауэм» «Карагай Баста» «Карагай Бастауэм» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса. Жертвами заболевания стали больше 193 тысяч человек. Вместе с тем число излечившихся в стране на сегодня почти 3 миллиона. Больше всего от вируса пострадали штаты Калифорния, Техас, Флорида и Нью-Йорк. Там с начала эпидемии подтверждено наибольшее число заражений и летальных исходов. В Европе продолжают регистрировать рост числа инфицированных коронавирусом. Заболевание с новой силой возвращается во Францию, Чехию и Испанию. В минувшие выходные Франция сообщила о рекордном приросте числа новых случаев заражения COVID-19. В стране было подтверждено больше 10,5 тысяч инфицированных за сутки. Возросло также количество госпитализаций тяжелых пациентов с коронавирусом. В связи с чем местных жители просят воздержаться от частных встреч. Отмечу, во Франции с июня был отмечен рост числа заражений коронавирусом среди всех возрастных групп населения. Но, по мнению местных властей, особенно быстро инфекция распространяется среди молодежи. Власти Германии расследуют вспышку коронавирусной инфекции в Баварии. По предварительным данным, разносчиком вируса могла стать американская туристка. По словам представителя местной власти, женщину попросили отправиться в карантин сразу после выявления симптомов COVID. Но просьбу она проигнорировала и продолжала посещать развлекательные учреждения. Цепь заражения сложно отследить, так как женщина посещала не одно, а сразу несколько заведений. На сегодня вирус подтвержден у 33 человек, контактировавших с ней. Из-за динамичного роста числа зараженных местные власти ввели ряд мер – ограниченная работа ресторанов и баров. Власти Израиля вновь вводят строгие карантины за рост числа зараженных коронавирусом. Ограничительные меры в стране вступят в силу в следующую пятницу и продлятся не менее трех недель. В Израиле за последние несколько недель ежедневно выявляют до 4000 новых случаев вируса. Согласно новым ограничениям, в стране закроются торговые дома и школы. Отходить от дома разрешат не дальше 500 метров. В помещениях разрешено собираться в группы не больше 10 человек. Глава Минздрава Алексей Цой получил прививку от гриппа в столичной поликлинике номер 6. Руководителю профильного ведомства одному из первых сделали прививку российского производства «Гриппол плюс». Министр отметил, что вакцинируется каждый год. В этом году прививочная кампания в Казахстане стартовала на две недели раньше и продлится до 15 ноября. Напомню, прививки ставят в поликлиниках по месту прикрепления. Бесплатно получить ее могут взрослые и дети до 18 лет с хроническими заболеваниями. Медицинские работники, беременные женщины, люди с ограниченными возможностями, а также лица старше 60 лет. Для жителей столицы закупили больше 150 тысяч доз вакцины. Мы сейчас планируем порядка 2,2 миллиона доз вакцин. Сейчас уже закуплено. Это то, что предоставляется государством для определенного контингента населения. И порядка миллиона доз вакцин еще дополнительно обычно ежегодно у нас на рынке прививается в организованных коллективах, платных кабинетах. Продолжение следует... Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, как Казахстан готовится ко второй волне коронавируса. По его словам, сегодня пациентов с COVID-19 и пневмонией насчитывается больше 4,5 тысяч. Как подчеркнул глава ведомства, ситуация стабильная. Но несмотря на хорошие показатели, разворачивается дополнительный коечный фонд. Закупаются лекарства и средства индивидуальной защиты. Мы запланировали порядка 5 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких. Они сейчас уже поступают. Уже более 3 тысяч аппаратов у нас в Казахстане. В настоящий момент они уже установлены в больницах. Сейчас полторы тысячи ИВЛ-аппаратов отечественного производства выпускается. То есть в ближайшие несколько недель уже эти аппараты все будут. Даже тот объем, который сейчас уже есть, они у нас в режиме ожидания находятся. Это все, о чем мы успели. Как вы успели рассказать к этому часу, не забывайте носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Оставайтесь с нами. Всего доброго и до свидания.